МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Принадлежность к древним народам имеет, конечно же, и свои плюсы и минусы. Позади огромная история, позади цивилизации, культура, масса друзей и масса врагов, которые нелестно высказывались о том или ином народе, доживших до наших дней. Как правило, этими самыми нелестными цитатами и пользуются порой недруги. Ведь никто о молодых народах, ныне живущих, не говорил. Ни тацит, на которого часто ссылаются, ни страбон, ни цицирон, ни кто-либо. А значит, и словно не существовали эти люди. Естественно, и не существовали. Народы есть молодые, и народы есть старые, и народы есть очень старые. И чем древнее, чем старше народ, тем больше можно найти цитат, вырезок, я бы даже сказал, от недругов с древнейших времен до наших дней. Недавно у нас в гостях была арминовед, индоевропеист Наталья Борисовна Соболь. Было очень много писем в адрес антитопора. Мы решили не откладывать в долгий ящик. Ее просили снова пригласить к нам в студию, чего мы и сделали. Сегодня Наталья Борисовна Соболь снова с нами, и мы, как вы уже, наверное, догадались, поговорим об арминофобии. Наталья Борисовна, я просмотрел ряд источников, которые сообщают нам об арминофобии, и заметил, что корни ведутся из Ближнего Востока и Средние века. Ну, это понятно, когда христианское население окружено большинством мусульманским населением, то, конечно же, бывают некоторые такие нелицеприятные вещи, происходящие с меньшинством. Плюс еще, из-за того, что армяне на Ближнем Востоке большей частью занимались ремеслами, предпринимательством, здесь тоже кое-какие истоки арминофобии кроются. Порой даже есть такое высказывание, что армян на Ближнем Востоке называли евреями Востока. Да. Практически это было, понятное дело, до того, как появилось государство Израиль, иначе бы не называли бы евреями Восток, потому что евреи уже на Востоке появились после 47-го года, да, или 48-го, я не помню, когда у нас государство Израиль образовалось. Конец 47-го. Любая другая фобия в отношении к определенному какому-то народу. Это некий такой, такая латентная зависть, или же действительно в этих народах есть что-то такое подозрительное, отчего вокруг них и сгущаются тучи? Ну, это и латентная зависть, и во многом зависть историческая, потому что, что касательно армянского народа, это народ, который имеет глубинную историческую основу, можно сказать, почти первую основу. И армянофобия, она возникла не среди многих народов Ближнего Востока, она возникла еще в библейский период, в ветхозаветный период, когда было разгромлено государство Гаев, и когда повесили Гайского царя. То есть это была изначальная вражда двух культур, народа, первого народа Амалек и израильского народа. И вот из этого, эти следы ведут уже к IV веку, к секте Саботеева, о которой писал историк-мастуновед Юрий Воробьевский в своих трудах. Саботейская секта очень негативно относилась к армянам, потому что это был народ, который обладал большими историческими знаниями, землями и имел уважение и большой вес в древнем мире. Потому что большинство... То есть вот откуда истоки ведут, что каждый второй армянин, который может быть инженером, при этом он большой любитель истории. Ну, в общем-то, можно сказать и так. И существуют источники, которые сообщают, что одними из сильных народов, и в том числе их царей, были армяне. Это касается и греческих Олимпийских игр, когда царь Мороздат победил на квадригах, и один разорвал несколько львов, и ему поставили памятник в Греции. И это касается и того, что большое количество врачей... Кстати, среди греков никогда не было армянофобии. Не было, не было. И среди арабов не было, потому что, если, например, почитать... А как же источники про то, что на Ближнем Востоке были масса армянофобов среди арабов, потому что евреев на то время еще там не было? Нет, почему? Были. До средних веков. Нет, но они были, но в малых количествах. Они были на тех же условиях, что и армяне. Нет, не в малых. К армянам относились всегда более снисходительно. Об этом даже писал средневековый баварский рыцарь Шильдбергер, который был в плену у Шахроха и у Тамерлана. Он как раз писал о том, что когда возникло мусульманство, то существует такое предание, которое вот в этой книге описано, что пророка Мухаммеда просили купцы и монахи, чтобы он к армянам относился хорошо. Это исторический факт, и он существует в средневековом. То есть истоки вы считаете не со средних веков, а более ранних? Конечно, конечно. В Ливии, например, до известных последних событий, пока там был мир, в Ливии всегда было несколько кварталов, где исконно жили армяне, занимающиеся ювелирным делом. Именно в Ливии, не в Ливане. В Ливии. И в Ливане тоже, кстати. Которые занимались исконно ювелирным делом. И специально приезжали со всего мира любители восточного золота и серебра, чтобы можно было купить какие-нибудь изысканные вещи именно в Ливию. Значит, это все-таки такая латентная зависть. Там, где деньги, там, где предпринимательство, соответственно, человек богаче и нужно гнобить. Ну, можно сказать и так. Да. Но откуда армянофобия возникла уже в более поздние времена в Европе? Мы, например, знаем очень много высказываний нелестных об армянах. У Маркса, у других деятелей. Нет, ну Маркс это уже более поздний период. Я и говорю о позднем периоде в Европе. Ну, в основном негативное такое отношение началось с падения Византии. Оно привело, дорожка привела в Англию. И еще был очень серьезный такой взрыв негатива в сторону армян в период правления Ивана Грозного. Это когда... Мы к России еще вернемся. Давайте все-таки о Европе пока поговорим. А это как раз связано именно с англичанами. Дело в том, что когда Грозный брал Казань, то в Казани были армянские пушкари. И они не согласились стрелять... Грозный был потрясен таким подвигом христианским. И он армянским купцам разрешил селиться в Белой Слободе и разрешил их в течение 100 лет не облагать налогами и предоставил им еще очень много всяческих льгот. В тот момент в Россию еще приехали купцы-странствователи из Англии. Этот союз просуществовал в России вплоть до 1917 года. И англичане были уверены, что они будут держать верховные позиции торговли. Но получилось так, что эти позиции были в руках армян. И плюс Великий Шелковый Путь. И в Индии была очень большая диаспора в Мадрассе. И пост-индская компания, которая была основана на деньги Дэнмё, из которой потом выросла разведка МИИ-6 и Интеллиншн-сервис. Это все было связано. И армяне как раз очень сильно мешали, потому что они, во-первых, двигали христианскую культуру, а не в Индии. Я прошу прощения, но Индия была тогда колонией, и Великобритании тоже это христианский мир. Да, но они появились в Индии намного раньше англичан. И поэтому у них были очень твердые, мощные позиции. И они несли, в отличие от англичан, культуру. И поэтому они всегда вызывали у англичан чувство зависти. И именно из-за этого Ивана Грозного стали оклеветовать, и травить, и в итоге он умер. И все, что было связано с Грозным, это был треугольник армяне, англичане и Грозный, потому что он армянам предоставил очень большие льготы за их христианский подвиг. И это все тянулось из Англии в Европу. Потом большой негатив вываливал в этом вопросе, просто вот именно вываливал Дезраэля, это первый премьер-министр еврей из Великобритании, это там старинная семья Бесиви по матери, клан, который имеет отношение к Ротшильдам и Морганам. И потом это плавно перешло к Марксу, который почему-то страшно ненавидел армянских женщин. А почему? Ну, видимо, ему понравилась какая-то армянка, а он ей, видимо, не понравился. Из-за этого, наверное, такая патологическая... То есть источники молчат, откуда такая патологическая ненависть? Да, источники молчат, но именно его раздражал сам народ. Вот, в общем, он говорил, что армяне – это буржуазный народ, и даже простые крестьяне – мелкие буржуа. И хуже всего он говорил о женщинах. Но ему простительно он был отцом коммунизма. Ну, он был... Одним из отцов коммунизма. Одним из отцов, да. Ну, если вообще говорить о Марксе, то он был не очень приятный человек во всех отношениях. Про это писал и Герцен, и про это писал Плеханов, и многие другие социал-демократы, и меньшевики. Вы знаете, в Азербайджане его боготворят, даже несмотря на то, что Азербайджан – светское государство, и ненавидит того же Шаумяна – коммуниста. Ну, вот почему-то Маркс им больше полюбился, хотя тоже коммунист. Наверное, из-за армянофобии. Ну, да. Потому что когда была русско-турецкая война, Маркс очень шумно радовался тому, что турки побеждали, а у российских войск были какие-то проблемы. И плюс он еще был и страшным русофобом. Знаете, я не знал таких подробностей о Марксе. Ну, вообще-то он был не очень приятным человеком. Он, например, был сатанистом записным, он сочинял сатанистские стихи. Он сочинял ругательные сатанистские поэмы против Христа. Где-то все можно почитать? Это все можно почитать в интернете, можно в Википедии и в других источниках. Просто набирайте. Ссылочки есть в Википедии? Есть. Просто набирайте незнакомый Маркс, и там очень много информации. Не может быть, что это шутка над Марксом? Нет, это вообще не шутка. Он в жизни был некоммуникабельным человеком, очень злобным, раздражительным. И при этом еще и любил жить за чужой счет. Он был биржевой игрок и спекулянт. Жил он на деньги Энгельса. И то, что у него в браке родилось пятеро детей. Один ребенок был незаконно рожден, и его усыновил Энгельс. И вообще Энгельс большую часть своего состояния потратил на Маркса. Многие вообще Маркса без Энгельса не узнают. Ну да, сладкая парочка. Помните эти три головы? Да. Энгельс, Маркс и Ленин. Терафимы. Терафимы. Кстати, что скажете о Ленине? Тот тоже страдал арминофобией? Он страдал страшной ненавистью к священникам и христианству. Он считал, что самый главный враг социалистического государства – это священники. И поэтому он в первую очередь давал приказы убивать священников. И в том числе попало очень много и армянских священников. И он приложил руку к тому, что к Турции отошли большие земли. Он сказал, что армянам столько земли не надо. И поэтому хорошие пахотные земли сейчас находятся на территории Турции. Да. Ну, это мы поговорили о Европе и плавно перешли уже в нашу страну. Откуда взялась арминофобия среди черной сотни уже в конце 19 века, начале 20-го? Ведь мы не будем забывать такие имена, как Голицын, Величко, которого, кстати, тоже очень любят в Азербайджане. Черносотенные организации, которые себя гордо называли «Союз Михаила Архангела», Пуришкевич там был главный, или другие группы, это, в общем-то, долгое время был закрытый факт. Но сейчас выясняется, что эти люди, эти союзы существовали на деньги английской разведки. Кстати, на эти же деньги существовал и Ленин довольно значительно, и на деньги немецкой разведки. Это тоже исторический факт. Это можно тоже почитать у Ромьевского, исследователя Арутюнова, вашего однофамильца. Кстати, этим вопросом занималась очень серьезно и Мариета Шагинян. Но когда она дошла до еврейского происхождения Ленина и до Intelligent Service немецкой разведки... Но происхождения того очень мало. Нет, очень много. Какие-то корни по маме, по-моему, да? Ну, по маме. Да, ну и корни там незначительные. Вы имеете эту Бланков? Не только Бланков. А кто еще? Ну, там еще, там очень много, просто про это было не принято говорить. И вот как раз Воробьевский очень серьезно пишет. Надо заметить, что у Ленина и калмыкские корни имеются. Ну, не совсем калмыкские. Это вопрос, это под большим вопросом, потому что там вообще темная история. Дедушка Ленина был женат на собственной дочери. И в этом браке родилось пятеро детей, и в том числе... Да как, подождите, это что-то раньше не упоминалось, не упоминалось в истории КПСС? Это была вообще закрытая тема. Я же говорю, когда к этому подошла Мария Тошегинян, то ее надолго, перед ней закрыли архивы, и она даже долгое время не печаталась. На нее были, в общем, серьезные гонения начаты, потому что она-то из благих пожеланий решила написать исследование, а получилось так, что ее очень серьезно поругали, так скажем. И там было кровосмесительство, там пироманы в роду были, там не очень... Там и комплекс электро, и эдипов комплексы. Нет, я понимаю, что... Там вообще лежал печать в рождении. Я знаю, что у ряда семитских народов, как бы считается незазорным, это принято, когда кузен женится на кузине. Но чтобы отец с дочерью... Это... Изрядом он выходящий. Это факт, который тщательно скрывался. А не может быть такое, что этот факт был, в кавычках, факт, был придуман нынешними апологетами антикоммунизма и антиленинщиной? Нет, нет, это серьезный исторический факт, который был закрыт, так же, как и то, что дедушка Ленина с руль Бланк был психически больным пироманом, он судился со своим сыном на протяжении 10 лет и со всей еврейской общиной. Ну, скажем так, с кем не бывает, если покопаться в корнях всех наших предков, и ваших, и моих, наверное, и других, то можно найти еще не такую срулю. Ну, может быть и так. Давайте все-таки вернемся к арминофобии начала 20 века в России. Вот мы с вами говорили перед съемками о том, что Николай II и тот же Александр III непричастны вовсе к арминофобии. Я же вам утверждал обратное, что это главные, как раз-таки, руки арминофобии в России конца 19-го, начала 20-го века арминофобии и юдофобии, не антисемитизм, будем говорить о юдофобии. Но ведь это так. Ну, как же может, скажем, войско, казаки, народ двинуться против какого-то народа толпами, и при этом царь ни словом, ни духом, ничем? Ну, такого быть не может, я не поверен в это. Это тема находится в разработке, и там некоторые факты фальсифицированы. Я на эту тему ничего конкретного вам сказать не могу, потому что я не имею на руках таких источников. А что касательно юдофобии, то да, юдофобия была очень серьезная. Да, мы вы же не будете отрицать резню армян в Баку в 1905-1906 году, высказывание Голицына в Тбилиси, что здесь останется только один армянин, это чучело армянина в Тбилисском музее. Ну, высказывание того же Величко против армян, и ничего с ним за это не было. Ну, Величко был черносотенец, и он был редактором газеты «Кавказ», и он печатал там нелицеприятные статьи Чавчавадзе, которого потом сами же... Ну, это вообще отдельная, да, личность. И у Величко были свои счеты, чисто личные счеты, и он свои личные счеты переносил на всю нацию. Это мелкая зависть, и здесь можно сказать, что частное было как бы раздуто до всеобщего. То есть это просто гнусная черта характера некоторой кучки людей. То же самое можно сказать и про Суворина, который тоже писал гадкие статьи. Ну, это отдельная... Причем эти люди имели связи в той же английской разведке, и то есть это определенные такие союзы, которые существовали именно на деньги германской и великобританской разведок, которые вели именно работу по дискредитированию армянского этноса. Боролись в Баку за нефть с армянами, скажем так. Не только за нефть. Там было золото, серебро, редкоземельные металлы. И еще очень серьезную роль, вот, как раз Голицын и Ижа с ними, Пуришкевич и прочее, Парвус. Это тоже очень скользкая личность. Вы знаете, вот мы сейчас разговариваем, и я вспомнил такой факт, что если сравнивать в те годы Баку и Тифлис, то наиболее влиятельным армянским лобби было, конечно, в Тифлисе. В Тифлисе, да. И население тоже было по более армянское, чем в Баку. Про это даже Пушкин писал, что мы больше... Но при этом почему-то резню устроили в Баку, не в Тифлисе. То есть здесь такая явная подсказка на то, что армяне Баку жили получше, поденежнее и имели свои капиталы в нефтяных промыслах. Что с Тифлиса там взять? Ну, не только. Дело в том, что там же еще была граница иранская. А здесь турецкая. Ну, Грузию не... Как бы... Они не совсем прям вот так рисковали трогать Грузию. Ну, понятное дело, Баку более был экономически развит, и нужно было хозяйничать именно там. А чтобы похозяйничать, нужно было убрать, сместить, скажем так, с должностей армян нефтепромышленных. Ну, это был след молодо-турок, это был след Парвуса, который как раз... Мы говорим о начале 20-го века. А я тоже говорю про это. Не 15-е годы. А Парвус там был не в 15-м году, Парвус там был в первых годах начала 20-го века. Нет, вы упомянули молодо-турок. И молодо-турки тоже. Тогда еще султанская была турция. С 1873 года это началось. Это была подготовка. Сначала эту подготовку начали вот как раз в Дизраэле, потом молодо-турки и вот штаб Дэнмё, который как раз имел большой пай в Ост-Индской компании и в нефтяных компаниях Баку. И потом уже подсуетился, вот в 1903 году подсуетился Парвус, потом свои проценты там имел и Пуришкевич, и Суворин, и Величко. Величко вообще с руки ел у бакинских богатых людей. Это был вообще очень продажный, меркантильный человек. Вот поэтому говорить о арменофобии, это отдельные люди, которые преследовали в первую очередь финансовые интересы. Я думаю, это было во все века именно с финансовыми связано. Та же не только арменофобия, та же и юдофобия. Ну да. Все это с финансами. Но есть еще и другая часть этой фобии в современном мире, когда уже арменофобия не в финансовых интересах представляется, и это единственная страна, даже в той же Турции нет никакой арменофобии. Я это могу с уверенностью сказать. Да, были, есть, вернее, исторические недоговоренности, о чем Турция умалчивает, но при этом арменофобии, как таковой арменофобии, прошу меня правильно понять, в Турции все-таки нет. В отличие от Азербайджана. У этой страны нет никаких финансовых интересов в отношении армян, но арменофобия процветает до шизофрении, когда книги сжигаются, Акрама Айнисли, помнится в нацистскую Германию, когда книги тоже сжигались, да, когда масса людей просто не допускаются на территорию Азербайджана, если тот или иной их гражданин при этом побывал в Армении или в Нагорном Карабахе. Почему? Почему делается так, что СМИ азербайджанское, диктует свои условия, говорит о том, что в Армении все очень плохо, но при этом не дает своим гражданам возможность съездить в Армению и посмотреть, плохо ли и насколько это плохо. Вот скажите, арменофобия в Азербайджане излечима или нет? Ну, я так, вот прям, однозначно... Это, наверное, вопрос больше психотерапевтов. Да, однозначно сказать не могу, но в 2011 году Еврокомиссия, есть такая Еврокомиссия против расизма, так вот она сказала, отметила очень большой негатив именно к армянам. И в этих бумагах было написано, что это доходило до маразма. То есть это как бы факт, политический факт. Вы знаете, я бывал в Ереване несколько раз и видел вот этими своими глазами представителей азербайджанской национальности из Грузии, из Ирана, из Турции, которые себя совершенно спокойно чувствуют в Ереване, в сердце страны, на площади республики, громко говорят по телефону на тюркском языке, на азербайджанском языке, проходящие мимо абсолютно на них внимания не обращают. То есть азербайджанофобии или тюркофобии, как хотят представить Армению, вовсе нет в Армении. Спокойно люди приезжают, уезжают, отдыхают. Даже, насколько я знаю, недвижимость покупают иранские граждане азербайджанской национальности. В старой части города стоит старинная мечеть, которая считается памятником архитектуры, исторической ценностью, которая содержится и реставрируется на деньги армянского правительства. Чего нельзя сказать про соседей армян, потому что были сметены с лица земли уникальные хачкары на старинных армянских кладбищах 7-8 веков были разрушены. И армянская церковь в Баку, для галочки, только стоит без креста и огорожена забором. Да, ну, если церковь стоит... Насколько я знаю, это уже библиотека давно при правительстве. Может быть, я ошибаюсь. Там непонятно, там был склад и еще что-то, там вообще непонятно, что было. Ну, найдут применение. Но в мечеть люди могут зайти, помолиться. Это не возбраняется, и абсолютно нет никаких негативных ущемлений, чего не скажешь о Азербайджане. К сожалению, это так. У нас заканчивается время, к сожалению. Мы не поговорили о книгах, которые вы принесли. Я смотрю, что у вас меня заинтересовала, получил книгу Вальтера Шелленберга. Вальтер Шелленберг? Да. Мемуары. Это что? Это очень интересная книга. Написал ее портай геноса Гитлера Вальтер Шелленберг, в которой он описывает очень интересный период прекрасных дружеских отношений немецкой разведки и турецкой разведки, как она помогала немцам, и как турки приезжали, получали денежные вливания, и очень серьезный был трафик налажен. И ставился вопрос о том, что если немцы победят Советский Союз, то все территории Армении и другие близлежащие земли будут отданы азербайджанцам и их ближайшим соседям. Стоит ли верить этому человеку? При всем его негативном отношении к Советскому Союзу и к народам, которые населяли Советский Союз, он писал эту книгу в тюрьме, и ему не было... То есть уже после окончания Второй мировой? Да, да, да. Ему не было смысла что-то врать. То есть он писал то, что было на самом деле. Как он к армянам относился сам? Он к армянам относился абсолютно нормально и никаких фобий не проявлял. То есть армян он считал за аинцев? Да, да. И дело в том, что какая-то часть немцев имела определенную миссию, чтобы попасть в Эчмиадзин и прикоснуться к копью Гая Касси и Лангина. Вы знаете, вообще-то из Германии немножко как-то история пошатывается. С одной стороны, они к армянам относились довольно-таки хорошо. И из ваших слов тоже это подтверждается. С другой стороны, за всю свою историю у них постоянно какие-то союз да любовь и брак с Турцией и с турками. Вот как-то это все не ложится вместе. С турками и с Турцией союз да любовь начали случаться с конца XVIII века. А в период Средневековья и раннее Средневековье с германцами у армян были очень хорошие отношения. В период келькийской Армении, крестоносцы... Похудо не прибыли ашкеназы, наверное. Да, именно так. Я прочитал вашу миссию. Да. Крестоносцы находились на излечении и отдыхе в келькийской Армении, когда были крестовые походы. Это исторические факты. И лузиньяны помогали всегда. И были династические браки между немецкими макграфами и князьями. Не только лузиньянами, но и ближайшими сподвижниками лузиньянов и рубинидов. Вот период келькийской Армении, горной и равнинной. Спасибо большое, Наталья Борисовна. У меня вопросы к вам исчерпаны, хотя по этой теме можно говорить и говорить. Напомню, у нас в гостях была, как и в прошлый раз, Наталья Борисовна Соболь. Ну, а мы с вами прощаемся и до встречи уже на будущей неделе. До свидания.